Приехали мы к очередной бухте. Бухта называется Сююрташская, потому что здесь есть одноименная гора. И археологические раскопки, городище, оно вот где-то, где-то вот здесь вот. Если бы мы остались здесь ночевкой, можно было бы погулять. Бухта широкая, людей практически нет. Ну вот в некоторых местах только стоят палатки. Как вы могли заметить, что здесь находится река, точнее балка. Она не полностью наполнена водой и, видимо, когда сыро, осень, то, скорее всего, она соединяется даже с морем. Нашли мы место нашей ночевки, выгрузили все вещи и будем сейчас разбивать лагерь. Здесь около таких камней. Ну, сразу видно, что здесь уже люди становились лагерем, потому что здесь, во-первых, видите, какой крюк. Это что значит? Это что тент натягивали. Видишь? Тент. У нас тента нет, мы просто будем палатку ставить и у нас будет с таким вот прекрасным видом на море уже закат. Еще все здесь, конечно же, покажу, но сначала будем ставить лагерь. Какие здесь скалы. живность всякая, естественно. Дикие пляжи, поэтому без живности никуда. А вот эта вот дорога идет, это вот маршрут по заповеднику. Там есть несколько маршрутов по заповеднику и поэтому и дороги можно ездить на машине. Сарделькина бежит. Малыша! Малыша... Знаешь, что не зали малышки или мишки? Еще один коврик. Да ладно. Они же опять будут делить. Будут, будут делить. Малыши себя чувствуют, как рыба в воде. А вот мишка боится, что мы ее оставим. Поэтому она бегает за нами по пятам прям вообще. Здесь на пляже такой песок в перемешку с ракушкой, поэтому даже как-то больновато ходить без шлепок. Я попыталась, а там вот так вот. Так что я шлепки надела. Мишка! 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 Идем мыть картошку в море. Вообще-то у нас есть с собой вода питьевая, но меня отправили почему-то в море мыть картошку. Сейчас мы будем мыть ее, это для супа, кушать очень хочется. В море обычно купаются, а мы будем в море мыть картошку. Вода чистая. Начала набирать воду в тарелку и картошка чуть не уплыла у меня в открытое море. Готовим ужин, у нас сегодня будет уха легкая, рыбный суп. Уха это громко сказано, уха это когда ты поймал и варил. Рыбный суп, ну попроще что-то, что-то побыстрее, потому уже вечер, устали уже, да и как бы на природе самое то. Рыбка у нас скумбрия, дальневосточная. Малышка нас так устала, так набегалась, спит. Наша охрана спит устала. Пока одни готовят ужин, другие разбивают лагерь. Другие ходят в поисках пищи, в поисках еды. Да, кто-то в поисках пищи. Хотя уже накормили ее. И кстати это первый раз, когда мы ночуем у моря с палаткой, вот настолько близко. Чувствую я, что у нас сегодня все будет мыться в море, включая нас. Картошку помыли, порезали, почистили. И сейчас, знаете, что еще буду здесь мыть? Огурцы и помидоры, все свое. Ну что, в нашем лагере появилась уже палатка. Сейчас еще будем туда стелить все вещи, еще надо накачивать матрас. Мы сейчас ездим отдыхать с комфортом. Да. И сейчас еще будем варить суп. Суп открывает плитку. Ветер здесь? Ну вон оттуда, да? Может тогда внутри палатки уже все здесь загрузили. Суп осталось его сварить. Мы такие голодные, уже хочется ужинать. У нас это будет и обед, и ужин. Прилегла. И вид. Я только что поняла, что вид как телевизор. Только море. То есть залипательно. Наконец-то я прилегла. Ноги у меня грязные, все в песке. Уже все, лагерь разбили. Все закинули внутрь, накачали все. Суп доваривается. Папа там следит как раз. Это была наша мечта переночевать в палатке на генеральских пляжах. И она сбылась только спустя год или даже два. Прошло где-то наверное года два с тех пор как мы впервые побывали на генеральских пляжах. И вот с этой стороны мы заехали. Здесь конечно вообще малолюдно. В тех бухтах около курортного там много было народу. А здесь пожалуйста. Свобода. Никого нет. Я представляю как мы здесь сегодня сладко будем спать. Кстати, постоянно люди говорили, что на генеральских пляжах там змеи, потом комары. Вот мы сегодня это и проверим. У меня предчувствие, что ничего не будет. Во-первых, ветерочек есть. Обдувает нас. И прям пока все супер круто. Мне прям очень нравится. Да мне знаете любой отдых с палатками дикий в лесу, у моря, у реки, где угодно. Мне это нравится. Поэтому я в любом случае вам скажу, что это круто. Никаких комаров. Только природа. Шумбол. Это как модное слово такое. Ретрит. Типа, когда ты отдыхаешь, наполняешься энергией. У нас ретрит. И уже месяц у нас здесь выше. Сегодня месяц, не луна. Солнца у нас же сегодня не будет, потому что тучки. Очень низко. Если б не тучки, тогда бы еще солнце нас радовало. Кстати, солнце ушло и нисколько не холодно. Хорошо. Пока ждем супа, уже все стемнело. Все ждут супа. И мы, и животные. Уже сегодня у нас не получилось покупаться. А завтра будем с удовольствием. Купальники у нас с собой. Что мы зря сюда приехали на самые лучшие пляжи. Конечно, мы будем купаться. Просто пока то, пока сё. И уже стемнело. Вот и все. Так что вот так вот заканчивается наш сегодняшний день. Было интересно. Потому что в новые места всегда интересно ездить. Если ты здесь не был, у тебя всегда вот первые эмоции. Когда ты ездишь уже в какие-то одни и те же места, где ты уже был. Да. Интересно. Но там еще фонариков что-то обсуждают. Допустим, в нашем районе мы уже везде были. Естественно, меня уже не так сильно что-то способно удивить. В этих бухтах на генеральских пляжах мы тоже не были. Поэтому удивляет. Если бы мы приехали со стороны Керчи, возможно, да, меня бы уже не удивили. Я только бы, наверное, сказала, какая красота, как красиво, достойно. А здесь я именно вот описываю и делюсь своими впечатлениями, своими эмоциями. Потому что они первые. И в этом и смысл, что первые эмоции, они самые яркие. Поэтому ездите в новые места. Исследуйте ваш регион, в котором вы живете. Так как мы живем близко к Крыму, очень близко с Крымом, там анята врата в Крым считается так, то естественно нам ближе ездить в Крым, нежели чем там в горы Краснодарского края, в Сочи. Поэтому Крым для нас в нашем сердечке. Девочки так хотят кушать. Ой, ой, ой. Вот жадина, жадина. Маша, Маша, не надо ругаться. Ну-ка, к супу не подходи, я тоже голодная. Я не меньше тебя голодная. Так, слушаю, есть тарелка такая или? Есть, наверное. А мы нашли ее? Да. Да. Больше тарелки не хватает, тарелка. А где была? Дома была. Я понял, что не на улице. Она была в капу. Девочки, не переживайте, вас накормят. Остынет я вам дам. Это я просто показываю, как мы будем кушать. А ты себе что? Да, сейчас просто я боюсь, чтобы они не залезли в куста. Так ты закрой. В темноте уже ничего не видно. А так вот я посмотрела, потому что у нас толстые зубы. Наш лагерь его. Кушать. Ну, а что делать в темноте уже? Какое-то есть. На свежем воздухе нормально. Персики. Все. Будем кушать. Так, фонариком себя подсвечиваю. Спокойной ночи. Завтра увидим еще больше, чем сегодня. День был насыщенным и интересным. Так что спасибо за просмотр. А нам хороших снов на берегу Азовского моря. Абсолютно не холодно. Как сказать, даже очень тепло. От моря дует теплый бриз. Моря ее не видно практически. Ну, уже да. Уже темно. Луна вот опять. Абсолютно. Кстати, я не сказала, что мы сейчас сидели кушали и лиса пробежала рядом. Собаки залаяли. Вообще не боится людей. Ну, видимо, ее здесь подкармливают. Живность здесь есть. Ладно. Пошла я в лагерь. Наши собаки всю ночь лаяли, чтобы вы понимали почему. Потому что здесь лисы ходят. Волны тоже хорошие. В случае какой-то проверки могут выписать штраф.